Оказание помощи беженцам с Украины, регистрация жителей республики на едином портале госуслуг, межведомственное электронное взаимодействие, а также подписка на газеты, стали темами еженедельного видеосовещания с главами городов и районов. К 2018 году 70% россиян должны получать муниципальные и государственные услуги в электронной форме. По официальным данным Минкомсвязи России, на едином портале госуслуг зарегистрированы более 68 тысяч жителей Чуваши. Это 5,57% от общего количества населения. В целом по стране свыше 9 миллионов человек, что составляет 6%. Чуваши среди регионов России пока находятся на 35-й позиции, а в Приволжском федеральном округе на 4-й. Среди муниципалитетов республики лидируют Маринско-Посадский, Красноармейский, Порецкий и Шамуршинские районы. Меньше всех желающих регистрироваться в Ибресинском, Маргаушском районах и в Канаше. Для сведения сейчас повсеместно внедряется упрощенная система регистрации на едином портале. Достаточно ввести имя, фамилию и номер мобильного телефона. Подняли на видеоконференции вопросы подписки. В этом году Почта России перестала субсидировать доставку пресса, что привело к значительному росту цен. Соответственно, возникла угроза снижения уровня подписки. И все же сохранить тираж многим районам и республиканским изданиям удалось благодаря альтернативной подписке. Почта России в целом по нашим СМИ сократила подписку на 7,6. Это не самый худший процент по сравнению с другими регионами России и в целом по стране. Но долю альтернативы мы увеличили на 5,5. По итогам подписной кампании за второй полугодий 2014 года совокупный подписной тираж газет и журналов, находящихся в ведении Мининформполитики Чувашия, составил 139,5 тысяч экземпляров, что на 0,1% меньше, чем во втором полугодии 2013. В сложившихся обстоятельствах это неплохо, но надо двигаться дальше. Глава Чувашия призвал активно подключать к реализации газет предпринимателей и волонтеров. Так можно и газеты распространять, и деньги зарабатывать.